Если верить последним исследованиям, современные дети практически перестали читать. А если посмотреть на то, что предлагают сегодня издатели, то создается впечатление, что лучше детям и вовсе не стоит брать в руки книгу. Мы собрали примеры самых неоднозначных книг для детей. «Социальная драма для детей. Папа пьет, потому что ты плачешь», написана группа американских психиатров, как доходчивое объяснение алкоголизма в семье. В русском рассказе на ту же тему все куда более метафорично. «Жила-была мама, жуткая пьяница». «Печальная правда с хэпи-эндом. История Сергея Седова о том, что делать, если оба родители – алкоголики». Следующая книга – творение Савелия Резовского «Как царь ушел в девочки». Рассказывает детям о том, как легко и просто глава государства может сложить полномочия и уйти в девочки. Неоднозначную реакцию вызывают и подобные стихи о спиде для самых маленьких. Не совсем ясным остается возраст аудитории, на которую рассчитана книга. «Половой путь? Не забудь. Это очень важный путь. Тут, возможно, заражение, если секс без предохранения. Вы запомните, ребята, вирус ВИЧ в крови запрятан. Пользуясь одним шприцом, вы играете с огнем». Еще одна странная книга для детей – сказка про крота, который хотел узнать, кто ему накакал на голову – Вернера Хольсброса. Иллюстрации к этой печальной истории, по мнению автора, помогут детям разбираться в животных фекалиях. А главная мысль сказки состоит в том, что мстить надо тем же. По количеству подобных образцов лидируют американцы, которые с ранних лет стремятся объяснить детям абсолютно все явления. Но в последнее время российские авторы буквально наступают на пятки своим американским коллегам. К великому счастью, на полках наших книжных магазинов таких абсурдных книг для детей не встретишь. Здесь по-прежнему старые добрые сказки. Чебурашка и Крокодил Гена, Эдуарда Успенского, Колобок, Майдадыр, Маша и Медведи. По словам консультанта книжного магазина, родители очень тщательно подходят к выбору книг для своего ребенка. Смотрит на переплет книги, чтобы книжечка не рассыпалась. Также смотрит на страницы. Они должны быть белые, не серые, потому что от серого будет зрение портиться у ребенка. Также смотрит шрифт книжечки, четкость, чтобы не расплывчатые буковки были. И самое главное, конечно же, это иллюстрации книжечки, потому что малыши обращают внимание на картинки яркие. Новые технологии в классических бумажных книгах оставляют свои следы. К примеру, эту книжку читать не обязательно, она сама расскажет свое содержание. Достаточно просто перелистывать страницы. Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Очень популярны стали музыкальные книги и книги с дополнительными элементами. Читая книгу о зверюшках, тут же можно погладить шерстку понравившегося зверька. В школьных библиотеках, кстати говоря, на удивление большой выбор новых книг. Мировая, классическая и художественная литература. А тем, что помладше предлагаются сказки на русском, казахском и английском языках. Некоторые из этих сказок выполняют воспитательную функцию, а вот как именно они воспитывают, каждый может сделать вывод сам. Мама побила детей, потому что они врали маме, а маме нельзя врать. Я понимаю, что нельзя драться, а надо вести себя хорошо.